Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, недельная глава Корах. Это предметный и очень глубокий урок того, к чему приводят споры, конфликты и распри. Никто не слышит аргументы другого. Все правы на 100%, а оппонент неправ на 101. Аргументы разума, логики перестают работать. Все на борьбу с... и... подставляй себе с тем или с идеей, какая разница. Старое латинское выражение говорит, что для обеспечения справедливости слушайте другую сторону. Именно благодаря слушанию другой стороны мы идем по пути к истине. Но как тогда, так и сейчас этого не происходит. А значит, надо изучать эту главу. Здесь рецепты прекращения конфликтов от Бога. Разберем, что было. Машеем сказал, поймите, Господь послал меня. Если сейчас вы умрете как люди, то это не Бог. А вот если земля откроет свою пасть во все, и вы провалитесь живыми в преисподнюю, значит вы увидите, что есть Бог. И земля открывается, мятежники проваливаются в преисподнюю. Казалось бы, ну конец конфликта, аплодисменты, занавес закрывается. И вот ничего этого не происходит. Тора очень сложна, ее послания всегда очень глубокие и неожиданные. Вместо новости об окончании восстания она пишет следующее. На следующий день люди пришли и начали возмущаться. Машея и Аронам, вы убили людей божьих. Сила никогда не лишала конфликта. Даже в случае с Машея, даже если эта сила является собой чудо. Никогда никто, вообще не было такого решительного вмешательства Бога, как тогда. Все увидели его. Земля поглотила короха. Ну и что? Это не разрешило проблему, только усугубило ее. И только потом, когда на следующий день вмешался сам Бог, велел Маше собрать 12 посохов. Без войны, без конфликта. Вынести их на ночь в Скинию для собрания. И когда расцвел посох Аарона, восстание закончилось. Это удивительная развязка и очень глубокая. Применение силы не прекращает конфликта, только сыпет слой на роду. Да, как бы это ни звучало жестко для тех, кто хочет доходить до конца. Один из уроков в этой главе еще и в том, что тот, кто подогревает конфликт, ждет обязательно плохая судьба. Разверглась земля и вот провалились Датана, Верама и Коврах. Наказание детей Аверама и Датана свидетельствует о том, что это был великий грех зачинщиков спора. Потому что обычно Небесный суд не карает никого моложе 20 лет. А Байдин не подвергает наказанию мальчикам, не достигших 13-летнего возраста. Однако, если грех вдохновляет раздоры, наказание ожидает даже маленьких людей. Все, чем владели они, все уничтожилось. И все состояние короха, с помощью которого он поднял бунт, обратилось в прах. Разложение, они попали живыми в могилу. А разложение человека, написано в кабале, после смерти искупает грехи. Но эти грешники остались живы, потому что они заслужили даже даруемого смертью искупления. И пока они падали в бездну, Тора пишет, они кричали, а шем свят, и мы нечестивцы. В геноме написано в кабале, есть 7 отделений в аду. И самое глубокое из них называется Шиол. И эти злодеи попали именно в Шиол. И хотя Тора не рассказывает нам, что сделал бы корох, если бы он победил, легко представить, чем бы закончилось. Деспотия, море крови. Ведь корох это прототип всех, бороавшихся за мниженных, за братство, за свободу, за равноправие людей. Все мы будем равны и так далее. Что он сказал? Зачем вы ставите себя выше общины Бога? Все одинаковые. Это демагог. Он умеет представить любую ситуацию в нужном свете. И все не могут ему ответить. Поэтому Маше не стал возражать. Я попросил, чтобы Бог сам указал, кто так прав. В этот момент Творец спас свой народ от страшной беды. Правление людей, прикрывающихся борьбой за равноправие, для достижения власти. Но это Маше. А что делать нам, людям, жившим после Маше, когда мы не можем разобраться? Проведение не каждому так открывается. Мудрым называется тот, кто предвидит последствия. И вот самым ярким примером сдержанности является поведение Рамбама. Когда он написал свою книгу, и начали некоторые крупные еврейские авторитеты, не поняли значения его книги, запретили ее. И вот сын его хотел заступиться за отца, и Рамбам сказал, не следует осквернять свою душу ведением споров. Они разоряют человека материально и так далее. То есть он объяснил, почему этого нельзя делать. Он написал, что самое страшное, самое плохое, что происходит, это от всяких этих премий споров. Особенно, когда люди не хотят сесть за стол и вместе договариваться. Когда целью является только война, только захват власти и так далее. Вот что пишет нам эта глава. И в конце он написал своему сыну в письме Рамбам, что мой совет удалиться как можно дальше от разногласий и споров. Убегать всякий раз, когда встречаешься с ними. И не приближаться к тем, кто любит распри и готов жить в их атмосфере. Вот такая история. Вообще спор, войны, распри, они ничего не решают. Обычно человеку очень тяжело что-то доказать. Рассказывают два хасида. Увидели, спорят они между собой. И вот увидели силуэт темный на заборе. Один говорит, что это ворона, а второй говорит, что это кошка. Ворона, кошка. То есть, знаешь, давай бросим камень, полетит, значит ворона. Побежит, значит кошка. Так и сделали. Бросили камень, полетело. Я же говорил, что ворона, говорит один. А второй говорит, что если бы я себя не видел своими глазами, ни за что бы не поверил, что кошки летают. Поэтому споры, это совсем не выход из ситуации. Войны, это не выход из ситуации. Нам нужен мир и слушать друг друга. И все это, конечно, сложно, но этому учит нас недельная глава. Сегодня Рошходыш, месяц Атамус. Рошходыш, это такой маленький емкий пур. Это праздник обязательно. И поэтому сегодня вдуматься надо немножко в себя. Мы вступаем в период, когда надо начать разбираться в себе. А когда разберешься в себе, ясней станет внешний мир. Брахова, слоха, всего самого лучшего.